Здесь мойка в воду, здесь и лошадок в этом помещении тоже купают, заводят. Если кто мечтал попасть за кулисы Красноярского цирка, то вот оно. В роли экскурсовода инспектор манежа Александр Усов. Без его согласия ни одно представление не начинается. Именно он отвечает за безопасность зрителей. В прошлом 15 лет отработал в московском цирке клоунным акробатом и в силовых номерах. В Красноярском трудится 5 лет. Там условия получше в Большом московском цирке, но там же почаще делают реконструкцию, потому что там все-таки публика, там иностранцы. У нас тоже бывают иностранцы, но не очень. На реконструкцию цирка Александр Васильевич возлагает большие надежды, ведь зданию 45 лет. И за это время в нем ни разу не делали даже косметический ремонт. А это тигрятник, помещение для хищников. Внутрь заходить нельзя без руководителя номера, но, думаю, состояние можно оценить по двери. После реконструкции, кроме хищников, там будут содержать и морских животных, для чего специально сделают бассейн. Ни эскизов, ни дизайн-макет обновленного цирка еще нет. Пока проект выполнен только наполовину. Но есть уже готовый чертеж, как изменится наполнение здания. Например, рассказывает директор Александр Рыжов, появится спортзал для артистов. Сейчас они разминаются в коридоре. В гримерках душевые, медицинская и детские комнаты. И столовая для сотрудников. Сейчас мы здесь не едим. Сейчас кто с собой приносит, кто в близлежащих столовых питается. Цирковые сами готовят в гримерных комнатах или в цирковой гостинице. Изменится и фойе. На первом и втором этаже оборудуют детские кафе. Появится развлекательная зона. Кстати, в будущем кафе хотят сдавать в аренду на дни рождения. Вместо стекол установят витражи. Единственное, что останется из того, что вы видите, это мозаика. Мы решили сохранить. Это некое такое культурное наследие. Мы ее отреставрировали, обновили. В этой же гамме терракотово-зеленой сини будет выполнен и сам интерьер цирка. Арена останется прежней. Увеличивать ее не будут. Это стандарт. А вот количество мест слегка уменьшится. Сейчас их 1700. Будет 1640. Оборудуют специальные места для инвалидов и вип-зону. Будут современные закладные, современная инсталляция, экраны, звук, свет. И разрабатываем мы именно эту часть проекта для того, чтобы площадка была мульти. То есть не только для цирковых представлений. В планах оборудовать вход считывающими сканерами и открыть вторую кассу. Крыльцо, кстати, хотят застеклить. Как изменит свой облик цирк снаружи, пока тоже непонятно. Ясно, все эти металлические конструкции заменят. Приведут в порядок и площадь возле цирка. Есть идея сделать здесь главную елку правобережья. В идеале в августе цирк должен провести торги на поиск подрядчика. И в октябре закрыться на капитальный ремонт. Работы займут 15 месяцев. Возможная цена вопроса – полтора-два миллиарда рублей. Но денег пока нет. Цирк – учреждение государственное. А значит и деньги федеральные. Будем рассматривать возможности именно по стройматериалам, оборудования, комплектующие именно российского производства. Где-то невозможно. Тогда это импортное оборудование. Но будем изучать предложения для того, чтобы это оборудование не было дорогим. Параллельно с проектом капитального ремонта разрабатывается и новый логотип Красноярского цирка. Его нет ни у одного российского собрата. Алиса Рожкова, Дмитрий Яковлев, Афонтова новости.